Всем огромнейший приветик, с вами Алиса и Кровь на Софитах, глава шестая. 15 июля 1917 года. Целый день мы гуляли по набережной озера Панчартрейн. Мы с упоением обсуждали театр, музыку и живопись. С Виктором время летит незаметно. Я чувствую, что мне все больше не хочется расставаться с ним. Что-то открывается, что-то закрывается. Теперь мне понятны причины всех этих странностей, но легче от этого не стало. Виктор сказал, что никто не переживет его ритуал. Неужели нам отсюда не выбраться? От предмета, который лежал на подушке, меня моментально бросило в дрожь. Ох, это была маска Белой Лисы. Я схватила ее и поспешно отбросила на пол. На какое-то время замерла, в ужасе глядя на зловещий оскал, затем дернулась, подняла и швырнула в шкаф, с грохотом захлопнув дверцы. Да что же это такое? Я не могла заснуть почти до рассвета, ворочалась и с тревогой поглядывала на гардероб, возвышавшийся в полумраке. Под утро, наконец, пришел неглубокий и беспокойный сон, но и он не продлился долго. Я открыла глаза и прислушалась к звукам в соседней комнате. Там шла какая-то возня, приправленная разговорами на повышенных тонах. Дайте же немного поспать! Но накал страсти увеличивался, собеседники уже перешли на крик. Остатки сна растворились. Недолго потирая глаза, я присела на кровати и вслушалась. Голоса доносились из комнаты Джейсона, и первый определенно принадлежал Далтону. Я не отдам тебе пистолет, Джейсон, не имеешь права. Не неси чепухи. Зачем он тебе? Я уже говорил. При упоминании оружия я поежилась. Новый день, новые приключения. Хочу разобраться, что там происходит. Перед выходом порылась в комоде в поисках свежей одежды, которую мне по-прежнему одалживали костюмеры. Что тут у нас? Ого! Помимо верхней одежды я нашла пакет с нижним бельем. Внезапно! Неужели тут планируются и постельные сцены? С другой стороны, почему бы и нет? Ой-ой-ой. Так. Ммм, миленько. Ну что ж, возьмем это. Очень красивое. Применить. После выбора белья я вернулась в горе одежды, которую подготовили мне костюмеры. Ух ты! Очень интересно. Так. Ну это самый прикольный наряд. Так лучше. Я все-таки хочу еще походить в этом наряде, но та покупка, я думаю, нам еще пригодится. Я быстро выскользнула в коридор и направилась к комнате Джейсона. Дверь была приоткрыта, и я вошла без стука. От одного взгляда на Далтона по телу пробежали мурашки. Потерянный взгляд, покрасневшие веки, дерганные движения и застывшие в кривую хмелке губы. Что здесь происходит? Мэри, это вы? Я опустила взгляд на револьвер в его руке и вздрогнула. Далтон, вы не могли бы это убрать? Я обитый час спрошу его о том же. Я видел ее. Своими глазами. Тень. Ты должен остановить съемки. Расскажите ему, Мэри. Вы ведь тоже. Он отказывается верить. Ставит жизни людей под удар. Ты слышишь, что он несет Мэри? Это уже ни в какие ворота. Виктор дал понять, что убьет любого, кому я расскажу о нем и его планах. Но с другой стороны, если Джейсон все узнает и поверит, будет шанс убедить его увезти людей. Отсюда нет выхода. Все пути ведут обратно. Если, конечно, получится. Что же делать? Я все-таки рискну рассказать про тень. Далтон говорит правду. Я тоже видела эту... тень. Что? И ты туда же. Ушам своим не верю. Джейсон, я знаю, звучит дико. Мягко сказано. То, что скажу дальше, вообще покажется бредом, но прошу, выслушай. Режиссер скрестил руки на груди и выжидающий на меня уставился. Я думаю, тень... Это Виктор Леру. И он собирается провести ритуал, который убьет всех в этом доме. Что? Ты издеваешься, да? Я отрицательно покачала головой. Я видела его, Виктора. И даже общалась с ним. Когда? Вчера на площадке, когда я смутилась, поняв, как прозвучат мои слова. Было бессознание. Джейсон нервно рассмеялся. А мне на днях снилось, что я сплю с Анжелиной Кроули. С Анжелиной Кроули. Не знаю, что вы оба употребляли, но у меня больше нет на это времени. Режиссер, в чьих глазах теперь читалось раздражение, кивнул на револьвер в руке Далтона. Можешь хоть пулю в лоб себе пустить. Только не мешай мне делать работу, раз сам не хочешь делать свою. Он развернулся в мою сторону. А что касается тебя... Я дал тебе шанс, а ты... Ах, черт у вас. В следующий миг он театрально всплеснул руками и быстро вышел из комнаты, хлопнув дверью. Далтон тяжело вздохнул. Он ослеплен амбициями. Я его не виню. История дикая, как ни крути. Вы, то есть, мы можем перейти на ты? О, да, наконец-то. Да. Ты говорила с Виктором Леру во сне? Все верно. Далтон задумчиво потер подбородок. Интересно. Он верит мне? Вот так просто? Это вызывало у меня беспокойство за его душевное здоровье. И за свое тоже. Все это было похоже на коллективное помешательство. И что он сказал? Ничего хорошего. Если верить моему видению, из дома никто не выберется. Леру планирует провести здесь какой-то сатанинский ритуал. За этим мы ему и нужны. Странно. Я не удержалась от нервного смешка. Странно. И только... Чего он ждет? Почему до сих пор не начал действовать? Не знаю. Может, подходящего момента... По коже пробежал легкий холодок. Мы так буднично обсуждаем возможную гибель. Какое-то время оператор молча размышлял. Что-то не вяжется. Вряд ли Виктор все это время просто сидел и ждал, пока к нему в гости нагрянут жертвы. К чему ты клонишь? Возможно, ему помогают кто-то из группы. Что? Но кто? Кто-то, кто заманил нас сюда. Ты же не думаешь, что Джейсон... Не знаю, но попробуй разобраться. Далтон, я боюсь представить, что Виктор сделает с теми, кто встанет у него на пути. Если не будем действовать, все равно умрем, ведь так? Я была вынуждена согласиться. Ты прав. Для начала нужно понять, кому стоит доверять, а кому нет. Я поговорю с мистером Диккенсом и еще парой человек. Возможно, что-нибудь выясню. Встретимся вечером. Я тяжело вздохнула и кивнула в ответ. Теперь вы с Далтоном союзники. Не вешай нос, Мэри. Вместе что-нибудь придумаем. И будь осторожна. С этими словами он быстро вышел из комнаты, прихватив с собой револьвер. Я вышла в коридор и нервно огляделась по сторонам. Я увидела сообщение от Криса. Через 20 минут у главного входа. Жду тебя 10 минут и уезжаю. Ничего себе, как грубо. Черт, я и совсем забыла про запланированный побег. 20 минут. Как раз хватит, чтобы собрать мои вещи. Мне надо... Сбежать из особняка. Я очень хочу посмотреть, как у них это получится. Договорились. Договорились. Здесь я подгоню тачку. Хорошо. Минута. И к крыльцу подъехал шикарный белоснежный кадиллак Эльдорадо. Эта машина казалась настоящим царственным белым слоном, встреча с которым сулит удачу. Крис, сидящий за рулем, наклонился к двери и открыл ее передо мной. Все, залезай и валим отсюда. Я... готова. Я готова. Я села на пассажирское сиденье рядом с Крисом и закрыла дверь. Отлично. Я по дороге из города видел придорожную кафешку. Он подмигнул мне и улыбнулся. Там было объявление «Лучшие бургеры в штате». Звучит заманчиво. Хороший бургер. То, что нужно после побега из дома, полного сумасшедших. Крис нажал на педаль газа, и кадиллак, совершив полукруг по двору дома, выехал за ограду. Я кинула последний взгляд на особняк Леру. Это старое, несуразное, но одновременно очень красивое здание теперь не казалось мне угрожающим. Наоборот. Сейчас это было старое домашнее животное, которое бросили хозяева. Слепые глаза его окон провожали меня с одним вопросом. Почему? Почему ты меня бросаешь? Ну, прости, дом. Ты слишком жуткий. Взметнув фонтан придорожной пыли, машина выехала на дорогу и понеслась вглубь леса. Деревья замелькали с обеих сторон. Мотор успокаивающе рычал под капотом. Под зеркалом заднего вида болталась фигурка гавайской танцовщицы Холлы. Так, посмотрите, что это такое ползает там под землей? Жуткое! Боги хоррор-фильмов были бы нами недовольны. Что ты имеешь в виду? Крис пожал плечами, расслабленно ведя машину. Ну, мы свалили из проклятого дома. Так не положено. Нарушили правила хорроров номер 73. Нельзя сбегать из дома раньше развязки. Так дела не делаются. Нужно было оставаться и до последнего говорить. Кажется, мне показалось. Это была настолько абсурдная шутка, что у меня из груди вырвался искренний смех. Наверное, мы нарушили какое-то правило. Я посмотрела в боковое зеркало, но особняк уже скрылся за бесконечным частоколом деревьев. Думаешь, он все-таки проклят? Крис даже сбавил скорость, чтобы повернуться ко мне и скорчить удивленную мину. Мэри, ты все еще думаешь, что тот гребаный особняк, в котором жил когда-то маньяк-убийца, никак не причастен к тому, что мы видели? Я не знаю, что видела. Я знаю, но говорить об этом вслух очень страшно. Я вообще ненавижу дешевые ужастики. Иронично. Кажется, ты оказалась в одном из них. Я лишь отмахнулась от этой колкости и продолжила медитативно разглядывать пейзаж за окном. Через пару минут я украдкой посмотрела на Криса, который расслабленно рулил монструозным кадиллаком. Он такой сосредоточенный на дороге, так и должен делать хороший водитель Мэри. И такой красивый сейчас. Я его знаю сколько. Пару дней, а как будто уже давным-давно мы с ним знакомы и... Вдруг что-то вязкое навалилось на меня сверху. Виски сдавило раскаленным обручем, а под их словно ударили коленом. Я резко втянула воздух, чувствую, как сознание начинает плыть. Все вокруг, крейс, машина, эти чертовы деревья на обочине, раздвоилось и начало мерцать. Будто в одну секунду я оказалась в центре дискотеки. Что это за чувства? Что происходит? Все как будто скручивается вокруг меня бесконечной спиралью. Все плывет перед глазами багровым маревом. Словно кто-то на заднем сиденье сдавливает пальцами мне виски. Как будто это все уже происходило со мной. Это и есть дежавю. Это машина. Запах крепких сигарет. Темный лес за окошком. Крис за рулем. Смотрит на меня. Открывает рот и говорит. Я тебя забыл спросить. Вся эта зыбкая пленка схлынула в одну секунду. Ты откуда родом, Мэри? Надо тебе успокоиться, Мэри. Пока крыша окончательно не поехала. Вот что перенапряжение творит с организмом. Что? И зачем я переспросила? Ты откуда родом? Придя наконец в себя, я облизнула пересовшие губы и ответила на вопрос. Чикаго, а ты? Денвер, Колорадо. Единственное, что я могла вспомнить про Колорадо, это хребет Маунт Мессив и горнолыжный курорт Аспин. Мистер Горный Рейнджер, дай угадай, любишь кататься на лыжах? Крис аж поперхнулся от неожиданности и замотал головой. Не, не особо. Это все, что ты знаешь о Колорадо? Ну... Если ты еще скажешь, что я из семьи шахтеров, это будет комбо. Комбо-клише. Шахтеров? Крис хмыкнул себе под нос. Ты вообще ничего не знаешь о Колорадо. Я обворожительно улыбнулась. Да, давай, Мэри, красота спасет мир. Ну, что ты хочешь от городской жительницы? Чикаго это все, что я знаю. Да, я действительно так мало знаю о Крисе. Надо исправлять это недоразумение. Спросить про... Давайте спросим про мечту. Мечтаешь об Оскаре? Нет. Скорее мечтаю перевести свою сестру в большой город. Сестру? Может в Нью-Йорк или на худой конец в Л.А. Так, ну какой-то там Л.А. Это тоже хороший город. Крис немного насупился, словно мой вопрос напомнил ему о чем-то тяжелом и неприятном. А то посреди бесконечных полей у нее мало перспектив. Как ее зовут? Кристи. Вы узнали о сестре Криса? Крис и Кристи. Да, мои родители, судя по всему, не парились над выбором имен. Да, это очень забавно, но и мило все равно. Машина резко затормозила. Крис обеспокоенно покрутил головой и нервно вцепился в руль. Я не понимаю. Что такое? Мне показалось, что тут нет. Он замолчал и посмотрел в зеркало заднего вида, будто заметил там кого-то знакомого. Я проследила за его взглядом, но увидела лишь бесконечный частокол деревьев, меж которых сгущался вечерний сумрак. Что случилось, Крис? Я не помню этой развилки. И правда, дорога впереди расходилась в две противоположные стороны. Атмосфера в салоне машины изменилась, как будто регулятор температуры резко выкрутили в ноль. Я чувствовала, как сгустился воздух вокруг меня, как напряглись плечи Криса. Ладно, попробуем поехать направо. Он надавил на педаль газа, и Кадиллак повернул направо. Мы проехали пару минут вперед, когда на приборной панели машины замигал красный огонек. Бензин! Черт, как не вовремя. Он обескураженно щелкнул пальцем по стеклу индикатора, стрелка которого опасно приблизилась к нулю. Я же вроде проверял бак. В глазах Криса я заметила затравленный блеск. Может, он тоже спрашивает себя, не сошел ли он с ума? Через пару минут дорога привела нас все к той же развилке, на которой мы притормозили совсем недавно. Ну все, ребята, короче, никуда мы не уедем. И почему я не удивлена? Хорошо, сейчас попробуем другой поворот. Крис повернул налево, но результат был тем же. Вскоре Кадиллак снова остановился у развилки. Ну, покатались и поехали назад. Нет, нет, нет. Крис резко ударил по рулю, и звонкий сигнал клаксона разнесся над лесом. Я вздрогнула. Черт, мы ездим по кругу. Как это вообще возможно? Я не знаю. Не представляю просто. Когда мы ехали сюда, то мне казалось все просто. Сворачиваем с трассы 60 и прямая дорога к дому. Не было там никаких развилок. Крис сокрушенно опустил голову на руль, прикрыв глаза и явно собираясь с мыслями. Я почувствовала, как внутри поднимается паника, а по плечам и позвоночнику носятся мурашки. Нет, это все нереально. Я сплю. Крис выпрямился и обреченно тряхнул головой. Надо возвращаться. Нет, мы же хотели сбежать. Бургеры поесть, остаться в живых. Он пожал плечами. А что нам делать? Бензин заканчивается, а пешком мы не дойдем. Уж точно не в этом лесу. Я лишь тяжело вздохнула и согласно кивнула. А что нам остается? Правило хорроров номер 74. Из проклятого дома так просто не сбежать. Крис хотел было что-то сказать, но лишь громко чертыхнулся, еще раз ударив кулаком по приборной панели. Черт! Он повернулся ко мне. Прости, Мэри, я думал. Я думал, что все получится, что все так просто, взять тачку и свалить. Он опустил голову. Черт! Чертов дом! Чертовы съемки! В его голосе скрижетнул ржавый металл. Ни разу не видела его таким. Ненавижу. Все должно было быть просто и быстро. Я бы отснялся и подзаработал бы деньжат на портфолио. Крис плотно стиснул зубы, и желваки на его скулах яростно дернулись. Он, как птица, яростно встопорщил воображаемые перья, словно готовый выклевать глаза всей съемочной группе. Гребаный Джейсон Родригес и вся эта шайка. Что бы они там друг друга поубивали. Таких мразей не жалко. Ого, а это уже прям негатив в сторону остальных? Почему? Он запрокинул голову и шумно выдохнул. Прости. Накопилось за эти дни. Ничего страшного. Надо вернуться, перелить бензину и снова поехать утром, когда солнце встанет. Тогда лес нас не запугает. Да и я дважды перепроверю, сколько у нас бензина на дорогу. Крис неуверенно улыбнулся. Знаешь, я ведь и правда забыл посмотреть, сколько в баке топлива. Вот дурак. Прости, только зря дернул. Как скажешь. Почему-то мне кажется, что план Криса не сработает, так как он рассчитывает. Крис тяжело дышал, опираясь двумя руками на руль. Я чувствовала, как напряжение разливается по телу свинцовой волной. Подушечки пальцев покалывало, а дыхание застревало в легких. Может быть, он правда просто забыл проверить бензин? А может, особняк Леру просто не хочет, чтобы мы сбегали раньше времени? Вот только непонятно, что произойдет, когда нужное время придет. Я смотрела на Криса и не могла отвести глаз от него. Там, за окном автомобиля, вокруг нас сгустились тени мрачного леса. Деревья протянули свои узловатые пальцы ветки к лобовому стеклу. Хищный туман струился по земле меж колес. Боже, в таком жутком месте не едут, кошмар. Но здесь, в салоне Кадиллака, мы были в безопасности вдвоем. У нас может не быть другого шанса. Мне стоит... О-о-о-о... Поддаться искушению-то даже так звучит? М-м-м... Ну, давайте-давайте. Вау, конечно, была сценка. Да. Он наклонился и еще раз запечатал мои губы поцелуем. Это было здорово. Вырезанную сцену с Крисом вы найдете в телеграм-канале, ссылочка в описании под видео. Я чувствовала, что мое сердце все еще пропускает удары через раз, но дыхание вроде бы начинало выравниваться. Да, было прекрасно. Он снова завел машину и резко дернул рычаг механической коробки передач. Кадиллак натужно зарычал, сдал назад и покатил обратно к особняку. Я таки не поняла, что это там под землей там роется. Если уж побег не получился, то лучше бы вернуться поскорее. Остаток пути до особняка мы проделали в полной тишине. Обратная дорога заняла совсем немного времени, буквально пять минут. Вот, словно за все время мы так и не смогли уехать от него дальше, чем на пару километров. И почему я не удивлена? Крис подогнал Кадиллак в крыльцо особняка. Я вышла из машины, и Крис быстро припарковал ее автобусы в кинокомпании, подбежал ко мне и кивнул в сторону входной двери. Ну, пойдем посмотрим, не перегрызли ли они друг другу глотки, пока нас не было. Это вряд ли. Кажется, я слышу, как Эмми орет на Джейсона. Ну, хоть что-то не меняется. Я начала подниматься на крыльцо, но Крис остановил меня. Мэри. Что? Завтра жду тебя во дворе в девять утра. Сегодняшнюю попытку будем считать репетицией. Стоит ли пробовать сбежать еще раз? Ну, я не верю, что получится, но лишний раз провести время с Крисом, почему бы и нет. Согласиться. Да, договорились. Я посмотрела вверх, туда, где на крыше дома крутился наверху латунный флюгель. Этот дом думает, что нас переиграет и уничтожит. Так вот, он ошибается. Вы поддержали энтузиазм Криса? Да. Мы зашли внутрь особняка, в котором все так же кипела суета. Я займусь подготовкой. Свистну канистру у Дейка и на этот раз заправлю Кадиллак под завязку. Я, кстати, тоже подумала, что надо взять с собой еще канистру. Значит, завтра утром, так? Да, хорошо. Договорились. Надеюсь, в этот раз мы уедем чуть дальше. Надеюсь, в этот раз мы все-таки попробуем те бургеры, о которых я рассказал. Крис, вот ты где. Живо дуй сюда. Крис криво усмехнулся и подмигнул мне. Ладно, пока я здесь, надо делать вид, что я работаю. Да, давай, беги. Крис, не оборачиваясь, прошел мимо пары свидетелей и скрылся в дальнем коридоре. И снова я в этом жутком особняке. Тут мой взгляд упал на проход, ведущий в столовую. Точно. Я же сегодня даже не завтракала. Недолго думая, я пересекла холл и вошла в некогда роскошный зал. Там, в гордом одиночестве, потягивал кофе Рор и Диккенс. В руках у актера были отрывки сценария. Между глотками он зачитывал реплики вслух. О нет, Элизабет, моя любовь. Зачем так рано ты покинула меня? Он вздрогнул, когда услышал мои шаги. Элизабет. Мэри. Диккенс хмыкнул и вернулся к читке. Я вытащила из холодильника сэндвич с индейкой и устроила за столом напротив актера. Не помешаю? Нисколько. Он сухо улыбнулся. Как тебе сцена? Сцена? Смерть Элизабет впечатляет? После того, как я увидел Зака внести мои правки, очень впечатляет. Думаю, из меня выйдет неплохой сценарист. Эми тоже так. Он осёкся. Эми, вы... Нет никаких мы. Актер ненадолго замолк, а затем театрально всплеснул руками. Я устал. Устал? Спасать её от самой себя. Кажется, я понимаю, о чём ты, но пока она не захочет. Я знаю. Рори в сердцах швырнул на стол сценарий. Я всё прекрасно знаю, и поэтому больше не могу. Все мои разговоры, попытки выразумить. Я ведь актёр, Мэри. Я должен жить ролью. А тут она... Нет, с меня хватит. Я сочувствующе накрыла его ладонь своей. Мы не несём ответственность за других людей. Диккенс грустно улыбнулся. Порой принять это очень трудно. В этот момент в столовую вошёл Зак. Вот ты где, Диккенс. Видел, ты вернул телескоп? Да, спасибо. Оказывается, спрашивать разрешение не так уж страшно, а? Хе-хе. Актёр молча закатил глаза и отвернулся. А откуда здесь телескоп? Я привёз. Но зачем он ему? Это странновато. Расспросить подробно. Любишь посмотреть на звёзды? Не совсем. Просто сейчас период один, особенный. В смысле? Скоро в ночном небе появится редкая комета. Пролетают мимо Земли лишь раз в сотню лет. А, ну теперь понятно, чего ждёт Виктор. Кэролайн Гершель или Лисий Хвост. Ещё и название такое. Погоди, что? Комета. Её называют Лисим Хвостом. Перед глазами тут же мелькнула зловещая маска. И жуткая догадка не заставила себя ждать. А вдруг это не совпадение? Вдруг Виктор ждал именно этого момента? Когда, ты сказал, она пролетит? Завтра ночью. Ой, уже так скоро. Вот чёрт. На лице Зака мелькнуло удивление и что-то ещё едва уловимое. Но затем он обаятельно улыбнулся. У тебя какие-то проблемы с этой кометой? Хе-хе-хе. Что? А, нет. Я выдавила ответ на улыбку. Просто кое-что вспомнила. Не успела я подняться со стула, как вдруг... Прекрати! Вслед за истошным криком режиссёра послышался звон бьющегося стекла. Я и Рори вздрогнули, а Зак вздохнул. Надо их угомонить. С этими словами он отправился на площадку. Мы с Диккенсом переглянулись и поспешили вслед за ним. Эми, успокойся. Не подходи ко мне. Актриса стояла посреди осколков. На её лице застыла гримаса гнева. Хватит спектаклей. Переигрываешь. Не говори мне, что делать, Джейсон. Эта лампа стоила тысячу баксов. И знаешь, кто за неё заплатил? Вычти из моей зарплаты. Зрачки девушки были расширены. В глазах сверкал нездоровый блеск. Неужели она всё-таки... Эми, прошу. Диккенс приблизился к Эми и попытался дотронуться до её плеча. Зачем ты делаешь это с собой? Актриса гневно сбросила его руку. Тебя не спросила. Потому что она не уравновешенная стерва. Джейсон активно жестикулировал, нелепо сотрясая рупором в правой руке. Благодаря судьбу, что я согласилась играть в твоей жалкой пародии на кино. Джейсон злобно скривил губы, почти оскалился. В его глазах читалось отвращение. Играть? Ха! Твой диапазон ниже, чем у дохлой рыбы. Ещё одно слово, и тебе конец. Понял, урод? Угрожаешь? Единственному человеку, который решился дать тебе работу? Я всё знаю, Джейсон. Все твои грязные секретики. Что ты несёшь? Эми истерично захихикала. Ха! Сам всё расскажешь? Или я? А о чём ты, Эми? Эми, что ты несёшь? А то сам не знаешь. Скольких бедных девушек ты довёл до нервного срыва? А может, чего похуже с ними делал, а? Есть у меня пара знакомых актрис. Заткнись. Я не делал ничего такого, чего они не хотели сами. Все вы так говорите, ублюдки. Должна ли я кого-то из них поддержать? Ой, ну, ребят, ну опять серьёзно. Я даже не знаю сути их ссоры. Почему они ругаются опять? Эми что-то не нравится на съёмочной площадке? Опять не нравится сценарий или что? Ну, я, наверное, снова вступлюсь тогда за Джейсона. Совсем остаться в стороне мне будет сложно. Я подошла к режиссёру ближе. Эми, ты пригибаешь палку. Что? Я? Где твоя солидарность, Мэри? Или скажешь, он к тебе не приставал? Я выдержала её гневный взгляд. Нет. Джейсон положил ладонь мне на плечо. Всегда знал, что ты умная девушка. Лью, тебе советую проспаться. Устал выслушивать претензии обдолбанной. Будешь шантажировать, когда слезешь. Может, тогда тебе хоть кто-нибудь поверит. Судя по тому, как содрогнулась актриса, Джейсон нащупал больную тему. В миг она ещё сильнее скривилась от злобы и резко дёрнулась вперёд. Что ты сказал, ублюдок? В следующий момент она бросилась на Джейсона. С такой звериной яростью, будто была готова вцепиться ему в глотку. Когда я думала, что столкновения не избежать, между ними вырос Рори. Он перехватил Эмми обеими руками и крепко прижал к себе. Пусти меня, козлина! Не смей трогать! Тише, Эмми. Он того не стоит. Отпусти! После нескольких безуспешных попыток вырваться, Лью бессиленно повисла на руках актёра. Её ярость перешла в мелкую дрожь, сотрясавшую тело. Мерзкий! Подлый! Я наблюдала за сценой в стороне, не решаясь ничего предпринять. Стоит ли вмешаться? Ой, я думаю, что если я даже попробую, она меня пошлёт. Поскольку у нас не очень плохие отношения, я даже не буду рисковать. Не вмешиваться. Нет, это их конфликт. Пусть разрешают его сами. Я опустила голову, стараясь ни с кем не встречаться взглядами. Эмми продолжала легонько брыкаться в руках Рори. Спокойно. Глубокий вдох. Помнишь, как я учил? Достал! Все вы достали! Диккенс поднял глаза на режиссёра. Что до тебя, Джейсон? После этого фильма и на Героре Диккенса не будет в твоей студии. Веришь чёртовым сплетням? Думаешь, я принуждал к чему-то актрис? Сплетни или нет, я дорожу своей репутацией. Здесь и сейчас я лишь из-за любви к этой истории. Да, мы поняли, из-за любви к кому-то здесь. Он бросил красноречивый взгляд на Эмми. И тут, в центр площадки, неожиданно вышел Зак. Раз уж у нас вечер откровений, вы не в курсе всех обстоятельств. Зак! Режиссёр бросил на него встревоженный взгляд. Да вы все сговорились! Прости, не могу молчать, когда касается всех. А о чём ты? Выкладывай, Зак. Сценарист кивнул. На нас насели инвесторы. Они закроют фильм, если мы не закончим его за две недели. Джейсон, это правда? Родригес развёл руками. Если не успеем, меня обвинят в растрате. Все заберут, группа не получит денег, и скорее всего я окажусь в тюрьме. Ха, всегда знала, что ты мошенник. Джейсон вздохнул и немного помолчал. Слова явно давались ему с трудом. Рори, Эмми, Зак, Мэри, вы нужны мне, все. Вот как запел. До чего ты жалок. А знаете что? Пора открыть все карты. Пусть остальные знают. Режиссёр тряхнул головой и быстро, почти бегом, взобрался на середину лестницы. Что ты делаешь, дружище? Родригес проигнорировал его и поднёс карту рупор. Его усиленный голос, отражённый от стен, разнёсся по всему дому. Внимание, группа, всем спуститься вниз. Что ты задумал? Пусть сами решают, на чьей стороне. Люди неторопливо стягивались из разных уголков особняка. Джейсон то и дело подгонял их. Я огляделась в поисках Далтона, но его нигде не было. Он бы сейчас не помешал. Когда около лестницы уже собралась толпа, режиссёр откашлялся и заговорил. Друзья, я создал свою компанию, чтобы снимать кино по своим правилам. Не хотел зависеть ни от всемогущих боссов студий, ни от инвесторов-кровопиец, которые не видят разницу между ширпотребом и искусством. Но, увы, всё вышло иначе. Я не смог договориться с нашими спонсорами. По залу прокатился рокот. Они больше не дадут нам ни цента и грозятся закрыть проект. Из толпы послышались ошеломлённые выкрики. Что? Ну как? Тихо! Люди притихли. Чтобы фильм вышел в прокат, нам предстоит закончить съёмки за две недели. Это условие, которое выдвинули инвесторы. Мы не успеем! Немыслимо. Обещаю, ваши труды окупятся с лихвой. Мы уже многое вложили. Осталось совсем чуть-чуть, чтобы довести дело до конца. Каждый, кто не готов сделать последний рывок, может покинуть площадку прямо сейчас. Пусть не сразу, но чеки я вышлю. Все остальные получат не только заработную плату и хороший бонус, но и процент с проката. Несколько человек тут же отделились от команды и направились к выходу. Остальная группа замерла на несколько секунд, будто парализованная. Затем в толпе раздались редкие хлопки. А через пару мгновений они переросли в громкие аплодисменты. Вновь зазвучали голоса. Мы с тобой, Джейсон. Покажем сраным толстосумам! Я растерянно переводила взгляд с Родригеса на Рори, Эмми и Зака. Сценарист лишь пожал плечами. Удивленным такой реакции он не выглядел. Они так уважают Джейсона? Или просто слишком давно его знают? Одобрительный гул нарастал, но режиссер поднес ко рту мегафон и все тут же смолкли. Спасибо, спасибо. Я у вас не сомневался. Он шагнул с лестницы. Толпа раступилась перед ним. Родригес гордо пересек зал и подошел к массивной парадной двери с изображением волка и лисы. Вставил ключ в замок и сделал два оборота. Затем развернулся к команде и странновато улыбнулся. Больше никто не покинет дом, пока мы не закончим съемки. Обалдеть, он закрыл особняк. А как же мы с Крисом? Так, трещина пошла вдоль лица Виктора. У него светится глаз. Но все же это Виктор, а у Элизабе тоже светится глаз, посмотрите. Потому что многие говорили, а вдруг там не Виктор? Все-таки он. Вау. Но с другой стороны, хоть он и закрыл дверь, он же не знает о тайных проходах, которые мы с Крисом уже нашли давным-давно. Так что, я думаю, что без труда ребята смогут попытаться снова сбежать. Хотя, может, они и передумают уж в следующей главе, посмотрим. Это, конечно, сцена в машине была такая у-ля-ля. Но и в этот раз я нормально прочувствовала эмоции Криса. Не так, как было в прошлых главах, когда я ругалась, что у меня недостаточно эмоций от него. Сегодня все было отличненько, я бы сказала. Очень меня пугает наша Эмми. Она так просто до ручки дойдет. Ее эти стрессы, эти нервные срывы, как она вообще живет, я не представляю. Она постоянно со всеми ругается на каких-то таблетках. А еще при том, что работа у нее совсем не способствует выздоровлению. Тут бы стоит разобраться в себе, да? А ей приходится изображать кого-то другого. Вживаться в роль чужого человека, а не прорабатывать свои собственные проблемы. Друзья, обязательно пишите ваши впечатления об этой главе под видео в комментариях. А также не забывайте, что плейлист этой истории вы всегда найдете в описании под видео. Спасибо всем, кто читает вместе со мной. А с вами была Алиса. До встречи в следующем видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok